привет друзья добро пожаловать на канал хочу в америку сегодня у нас выпуск из потрясающего места у нас все места потрясающие но это особенно потому что это центр американской а гастрономии бурмая алкогольных вечеринок карнавалов центр истории и художества может быть даже литературы хотя об этом я еще не знаю но у меня впереди все целая ночь поэтому сегодня нового ряда добро пожаловать на канал хочу вами так человек нажимайте колокольчик пишите комментарии буду всегда рад добро пожаловать и поехали город новори она до столицы джазовой музыки город свободы есть несколько прозвищ у этого прекрасного места большая простота или по-английски big easy город полумесяцев беззаботный город и также есть девиз пусть текут хорошие деньки что нельзя лучше отражает повседневное настроение города и его беззаботность легкость возвышенность здесь родился и творил великий луи армстронг не в честь которого был назван международный аэропорт города новый орлеан здесь проходит множество джазовых фестивалей город имеет статус взрослого для совершеннолетних доступны всевозможные развлечения начиная от алкогольных вечеринок заканчивая казино клубами и так далее и так далее и так далее новый орлеан был основан в 1718 году как столица территории луизиана история этого города очень противоречива так как сначала на территории появились испанский колонизатор затем в 1680 году французы начали колонизировать южную долину реки миссисипи и в 1718 году в честь регента людовика 15 короля франции филиппа орлеанского колонизаторы французские колонизаторы основали город на географическом на географически важном месте на месте в падении реки миссисипи в мексиканский залив в 1763 году территорию снова захватили испанцы по результатам семилетней войны но в 1801 году франция отбила свою территорию снова в 1803 году между правительством наполеона бонапарта во франции правительством сша то томаса джефферсона была заключена сделка века покупка территории луизиана которая позволила увеличить территории сша в два раза таким образом в городе и по сей день присутствуют три разные культуры американская испанская и французская важную эпохой в городе новый орлеан является англо-американская война 1812 1815 годах в 1815 году на территории города произошло главное сражение этой войны битвы за новый орлеан так как город находился в очень удобном месте для торговли и экономики сша в целом англичане старались владеть им для того чтобы частично парализовать экономику американцев но объединенная армия под командованием жана лафита разбила англичан исторически так сложилось что новый орлеан стал центром рабовладельческой торговли и в нем находился крупнейший рабовладельческий рынок соединенных штатов за счет выгодного географического положения опять же да новый орлеан стал к 1840 годам самым богатым городом америки но далее с строительством железных дорог и роста городов на западе сша новый орлеан стал терять свою значимость во времена гражданской войны новый орлеан был объектом ожесточенной борьбы между севером и югом однако в 1862 году город заняли северяне после второй мировой войны город постигла такое явление как бегство белых которых затронула многие крупные города америки белое население уезжало в пригороды а афроамериканская все более заполняла города обострены обострялись отношения между белым и афроамериканским населением в связи с этим росла и преступность а численность населения сильно сокращалась в новейшей истории также катаклизмы не обошли новый орлеан стороной 29 августа 2005 года на город обрушилась страшное стихийное бедствие ураган катрина более 80 процентов нового орлеана было затоплено были был нанесен невероятный ущерб не прорвало каналы вода залива и озер хлынула на город сорвало крыши стена супердом в котором укрывалась от урагана около 30 тысяч человек погибло по разным источникам от полутора до двух тысяч человек десятки тысяч человек остались без дома в 2006 году население города оценивалось примерно двести двадцать три тысячи человек что составляет ровно половину населения до урагана катрина сейчас за 17 с небольшим лет город практически полностью остановился от катастрофы но все равно есть последствия численность города восстанавливается очень медленно экономику города удалось восстановить только 2011 года мы сегодня с вами поговорим о более приятных вещах о том что можно посмотреть в новом орлеане чем себя занять и как скоротать досуг французский квартал это историческая часть нового орлеана французский квартал очень сильно пострадал при пожарах конца восемнадцатого века и был полностью отреставрированный отстроен застроен красивыми узорчатыми домами а эта смесь французской архитектуры и колорита америки так получился незабываемый и сказочный стиль нового орлеана квартал проходит сквер эндрю джексона вот в котором сейчас я нахожусь это достаточно популярное место среди горожан вот пожалуйста вы можете видеть в каком количестве они выседают на скамеечку прогуливаются прохажутся и даже парочку лежали вон где-то там на покрывали на земле несмотря на дождь а значит в центре сквера находится скульптура самого эндрю джексона вот он он прям на коне за моей спиной тут же рядом находится на кафедральный на собор и и городская ратуша рядом с ним отсюда не видно но чуть подробнее про нее расскажу потому что очень интересное здание с точки зрения и архитектуры и соответственно истории и конечно же не побоюсь этого слова потрясающие дома вот в таком вот в таком стиле с узорчато ажурными балкончиками кругом расставлены цветы в основном это или цветущие какие-то растения или это папоротник свисающий благородно и конечно же новый орлеан благодаря своему климату вот вот славится вот такими огромными раскидистыми на деревьями как у которых здесь просто огромное количество и они меня потрясают я очень нравится все знают мою слабость к большим деревьям так что друзья если вам нравится история если вы любите погулять я если вы любите немножко выпить немножко хотя если немножко то здесь это разрешено так что добро пожаловать в новый орлеан здесь вам открыты все дороги городская ратуша вот прям сейчас за моей спиной находится очень красиво здание в таком испанско-колониальном стиле что не свойственно для нового орлеана здесь больше преобладает конечно французские оттенки французские нотки это здание было построено в 1795 году изначально было домом представителя губернатора испании потом здесь была сама городская ратуша позже в этом здании возник верховный суд штата ну а теперь это музей открытый для посещения всем посетителям если у вас есть время вы в новом орлеане непременно его посетить ну и конечно же всегда ищу сравнение отличия с теми городами где бывал бываю еще побываю в которых особенно я жил допустим вот это вот не очень сильно напомнило на медного всадника в санкт-петербурге а это все-таки а а эндри джексон новый орлеан а 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 о чем нужно подумать прежде чем приехать в новый орлеан я думаю что прежде всего жилья забронировать хороший отель желательно в том месте где бы вам было удобно и взять с собой какое-то количество денег которые вам пригодятся потому что вы можете здесь гулять пить отдыхать днем ночью в любое время суток а кабаки таверны бары здесь открыты здесь безумно вкусная кухня луизианская известная на весь мир а а и конечно же это туристические на всякие штуки типа прогулок вот на таком корабле а поездки на старинных трамваях посещение каких-то музеев то есть здесь всего всего очень много начинают художественного какого-то музея и заканчивая совсем уж экзотическим кладбищем о котором мы с вами говорили и поговорим еще вот и соответственно получать удовольствие от жизни сюда стоит приезжать непременно с хорошим настроением хотя я думаю что если даже вы приедете с плохим вам его быстро здесь поднимут потому что умеют люди это делать а здесь достаточно хорошая атмосфера дружелюбная тебе улыбаются тебе помогают и здесь классная природа несмотря на то что вся луизиана и в частности новый орлеан находится на болотах здесь есть река здесь есть дальние здесь есть потрясающие леса которые стоит посетить и конечно же прокатиться на корабле по по болотам и посмотреть на настоящих аллигаторов и крокодилов вот что стоит сделать по новом орлеане конечно же не побывайте про трамвай вон он на моей спиной почувствуйте себя в Португалии ну и говоря о трамваях конечно стоит упомянуть то что именно здесь в новом орлеане идет действие знаменитой пьесы Тензи Уильямса трамвай желания если вы не видели эту пьесу обязательно сходите в один из театров в который он идет если вы живете в Санкт-Петербурге то прямиком отправляйтесь в театр приют комедианта на Садовой 27 где роль Бланш в этой песне играет потрясающая заслуженная артистка России Марина Солопченко лучший Бланш де Буа я не видел уж поверьте мне а я видел много этих постановок и и в и и и и Продолжение следует... 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 штуки а я имею ввиду склепы а почему именно склепы потому что в новом релеане земля болозистая очень часто случаются наводнения и размывы и чтобы гробы с телами не вымывала земли их хоронили и хоронят может быть хоронят не знаю но хоронили во всяком случае на поверхности на земли в усыпаниях и склепах это было более безопасно с точки зрения сохранения памяти и сохранения останков усопшего или усопший для своих предков так что вот вот пожалуйста вот она где начинается где заканчивается это все что есть добро пожаловать богатые жители города конца 18 века соревновались в пышности этих мавзолеев иногда рассчитанных на одного человека иногда и на целое семейство династии так что на орлеанских кладбищах можно встретить настоящие дворцы для мертвых собственно эти кладбища так называют города мертвых кладбище сен-луи номер один и номер два включены национальный реестр исторических мест помимо них широко известно кладбище лафает номер один по которому вот именно сейчас мы с вами прогуливаемся на лафает номер один и сент-луи номер два народу особо нет можно ходить и наслаждаться склепами в полном одиночестве но это конечно же для любителей никого такого некрофилического фетишизма но собственно как я говорил выше на кладбище сент-луи номер один полное название кладбище святого людовика открытое в 1789 года не так просто попасть но тут находится могила известной мари лавой известной мошеннице которая была одной из самых влиятельных жительниц но в орлеан 19 века и ловко всех водила за нос но народ до сих пор обманываться рад поэтому на могилу ведьмы приходят люди со всего мира чтобы загадать желание мари лаву вполне реальная женщина жуль жившая в новом орлеане в девятнадцатом веке которая тем не менее обрела статус легендарного персонажа лавой держала салон красоты приходила стричь местных богачей к ним домой судя по всему она хорошо общалась и знала слуг от которых узнавала секретную информацию и на таких одну барберных делах вскользь упоминала те моменты которые по идее не должна была знать тем самым вводила но богачей и своих клиентов в некое недоумение прослыв ведьмой так что вот именно на таком легком на доверие слуг и доверие богатых клиентов она на себе нажила такую репутацию считается что мари лаву была основательной цель а лузианского воду одной из основательниц лузианского воду смешав африканские верования с некими католическими традициями и креольской культурой лузианы именно благодаря этой разновидности вуду миру стали известны такие вещи как амулеты гри-гри и куклы вуду на одной из мест который проводила лаво в 1874 году пришли 12 тысяч жителей нового орлеана причем среди них белых было очень много умерла мария лаво в 70 или 80-е годы 19 века после чего титул королевы вуду перешел к ее дочери которую звали между прочим также считается что лаво похоронено в семейном склепе на кладбище сет луи номер один сейчас туда ходят туристы которые верят что если нарисовать на могиле лаво икс трижды обернуться вокруг своей оси постучать по могиле и громко выкрикнуть желание то оно непременно исполнится если она реально исполняется они обводят свой икс кружочком и оставляют на могиле подношения пару раз могилу завандалили облили розовой краской и в 2015 году свободный доступ на кладбище закрыли теперь вход стоит 25 долларов и попасть сюда можно только в составе группы под присмотром гида вот именно поэтому сидит злой охранник на входе который меня туда не пустил кстати на сент-луи номер один к себе присмотрел могилку знаменитый актер николас кейдж хоть он и родился в калифорнии он купил пирамидальную гробницу высотой 3 метра с надписью на латинском языке омния об оуна что примерно переводится как все из одного или как-то так фанаты артиста одну прокрадывались на кладбище и обцеловывали его белоснежную пирамиду но судя по тому что следы помады уже достаточно старые новыми поклонницами актер так пока и не обзавелся в новом орлеане каждый найдет свое что-то кто-то природу кто кто-то прекрасные увеселительные мероприятия в виде вечеринок танцев музыки а кто-то исторические памятники наследия вот например очень много вот таких старых построек направленности наверное все-таки на католицизм поскольку вижу определенную атрибутику и здесь этого очень много шикарная архитектура потрясающие дома и вообще глаз радуется и мне как католику приятно находиться в таком месте где уважают и чтут традиции христианского мира так что друзья хотя на нашем канале на моем канале мы не обсуждаем вопросы религии но вот иногда всплывают такие моменты вот пожалуйста а чем вам не строение на ватикана да даже со специфическим направленностью такого колониального стиля ведь все-таки нужно принимать во внимание историю луизианы историю что она переходила из рук в руки то есть это были французы основатели далее это были испанцы и уже в 1803 году луизиана стала частью соединенных штатов америки и вот сплетение этих культур не дает нам ну сомневаться в шикарности что ли этого места и открывает за каждым новым на поворот новое и новое поэтому друзья вот пожалуйста вам чудесные виды вам обеспечены если вы приедете в новый орлеан но и в продолжение нашей кладбищенской темы хочется рассказать немножко прям буквально в двух словах про комплекс болот недалеко от нового орлеана расположился самый жуткий комплекс болот эти болота еще называют болото призраков огромное количество людей стало жертвой этих мест их жуткая красота все равно привлекают туристов экстремалов да и просто любители природы со всего мира в эти болота и в и на остров каймада гранди о котором я наверное сниму отдельный выпуск потому что очень хочу вернуться в новый орлеан еще раз настолько мне там понравилось кстати пересечь эти болоты можно только на лодке территория болот жутко привлекательная на некоторой части расположились мрачные оброшенные мхом деревья вся территория наводит какой-то ужас и имеет атмосферу затаившейся опасности к сожалению я туда не доехал на этот раз но у меня была попытка и очень хотелось ее реализовать зато дорогие друзья обещаю вам сделать отдельный выпуск про каймада гранди остров недалеко от нового орлеана и поподробнее рассказать про эти уникальные болота зато мои дорогие специально для вас эксклюзив я увидел белого крокодила пожалуйста полюбуйтесь и вы лопа Расскажу вам одну небольшую историю с моего опыта, когда я летел из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, а это примерно было, наверное, пару лет назад, может быть, год назад, было у меня свободного времени 4,5 часа, именно такое расстояние в полете от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. И я совершенно случайно включил американскую историю ужаса в шабаш, то есть на английском оригинал American Horror Story. И я с удивлением, я с большим интересом посмотрела, мне безумно все понравилось, и когда я приехал в Новый Орлеан, я к своему удивлению обнаружил, что знаменитый дом Академии ведьм, который за моей спиной находится именно здесь. На самом деле это особняк Бактера, который был построен достаточно давно, но вот в фильмах он использовался в качестве декорации Академии юных ведьм. Так что вот тебе и пожалуйста. Ну что ж, друзья, спасибо, что все это время были со мной на канале «Хочу в Америку», посмотрели этот выпуск. Пишите комментарии, пишите, если есть что добавить, спрашивайте, пишите пожелания, буду всегда доступен для вашего мнения, друзья. Так что подпишитесь на канал, если еще не подписаны, потому что впереди много интересных направлений, про которые я хочу рассказать и которые я хочу показать. Чтобы не пропустить их, нажмите колокольчик и следите за новыми выпусками. Все, всем спасибо и до встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok